Здравствуйте, канал Провинция ТВ, недельные новости, с вами Дана Манчини и новости к этому часу. Мощный взрыв патрульного автомобиля, произошедший на магистральном шоссе. Жители республики и провинции, проживающие на улице в палатке, причина бедности или принципиальный отказ от современных удобств. Таинственный мужчина в маске и кепке, который приставал к девушкам на вокзале города Приволжска. Возникший конфликт после этой ситуации собрал большое количество граждан на месте происшествия. ОВД города Приволжска неизвестный снес автомобиль и скрылся с места ДТП. Камера на магистральном шоссе запечатлила автомобиль с необычной раскраской в цвет флага страны. Как говорится, наглости нет предела. Мужчина употреблял кальяну в ходу в полицейский участок. Реакция полиции на это. Нашей съемочной группе удалось побывать в месте нахождения заключенных и взять интервью у одного из них. Трое мужчин в нижнем белье устроили на улице в городе Приволжска общественный беспорядок. Образовалась большая пробка. При разговоре с сотрудником ГИБДД произошла авария, вследствие которой одна из патрульных автомобилей возгорелась и произошел взрыв. Как известно, водитель данного транспортного средства получил серьезные ранения и находится в больнице в тяжелом состоянии. На камеру удалось зафиксировать момент с человеком, который побежал в неизвестном направлении в вечернее время суток. Он, бежав на некоторое расстояние, поставил палатку и лег в нее. Как позже узналось, данный гражданин является сотрудником ГИБДД и, по его словам, данная палатка является его домом. Причин, почему он не проживает в общепринятом понятии доме, не раскрывает. На вокзале города Приволжь, не постеснявшись, мужчина в маске приставал к девушке, которая явно дала понять, что контактировать с данным человеком не имеет желания. Но мужчина явно не собирался отступать и продолжил преследовать жертву. После этого девушка решила обратиться за помощью к рядом стоящим гражданам. В момент диалога выяснение конфликта попал на камеру. Также вступила за девушку и другая девушка с более низким голосом. На главной улице Приволжска произошло задержание преступника. Рядом все это время находился мужчина в спортивном костюме марки Абибас. После успешной посадки преступника данный гражданин в спортивном костюме сел в свой автомобиль и начал преследование патрульного автомобиля. Есть подозрение, что преступник являлся его знакомым. После Мерседес намеренно протаранил другое авто и успешно со своим пассажиром убежали в неизвестном направлении. Данного человека запомните, далее он еще будет появляться в сегодняшнем выпуске. Камере на магистральном шоссе удалось зафиксировать автомобиль с необычной раскраской в цвет флага страны. Наменование страны не рассекречивается, дабы избежать возможных конфликтов. Жители республики в социальных сетях не оставили подобную раскраску без внимания. Интересный мужчина, который в этот вечер набрался смелости, чтобы установить кальяну в ходу в полицейский участок и употреблять его. Мимо проходящие сотрудники никак не реагировали. На данный момент записью заинтересовалось Главное управление Министерства внутренних дел, идет установка личности мужчины и бездействующих сотрудников. Нашей съемочной группе удалось побывать в месте отбывания наказания, а также взять интервью у одного из заключенных. Лицо данного преступника будет скрыто, дабы его не узнали его родственники. Сижу за провокацией, постоял за себя и убил. Постоял за себя, не показал себя слабым, да, так скажем. Здесь также был обнаружен тот самый мужчина в спортивном костюме, который скрылся с места ДДП. Недалеко от УВД-привозка была образована пробка из-за пешей погони за тремя неодетыми гражданами, которые, судя по всему, были под воздействием каких-то запрещенных средств. Сотруднику пришлось пойти на дополнительные меры, чтобы ликвидировать нарушителей. На данный момент все трое нападавших задержаны. Им грозит до пяти лет лишения свободы. Ну а на этом недельные новости подошли к концу. Не забывайте, что все ссылочки на игру будут в описании, а также, если вам понравился такой формат видео, то пишите обязательно комментарий и оставляйте свой лайк. Так я понимаю, что вам действительно понравилось видео и буду выпускать подобное чаще. Также не забудьте подписаться, всех обняла, всех подняла, всем до новых встреч, всем пока-пока.